здравствуйте дорогие друзья недельная глава шахтим человек дерево полевой известнейшие слова которые мы во многих еврейских книгах читали что-то обращали внимание это в нашей недельной главе а что именно такого в дереве что она вот как бы связано с человеком что именно такое свойство дерева ведь человек это венец творения по сравнению с деревом дерево оно растительный мир уникальным свойством вот растений в сути своей дерева особенно является привязанность к источнику своего существования и надо быть напрямую связанным с корнем растение постоянно соединено с землей человек и животными тоже получаем питание от земли но не должно быть так связаны а вот именно у дерева на связь все время и в этом аспекте человека надо сравнивать с полевым деревом ведь он своей вот настоящей сущности от не отделим от своего источника душа человека постоянно требует связи с корнем своей жизненности а жизненности в духовности в торе во всем то что мы с вами изучим и поэтому человек который не чувствует что он дерево до полевое вот это вот он как перекати поле по морю папа по миру летает и все а человеку нужно обязательно каждый день каждый час надо все время чувствовать что источник есть вот 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 источник он здесь в духовности надо хотя бы в день если ты мне какой-то маленький кусочек времени не посвятил учению то ты к сожалению оторван от нижнего мира и не привязан к верхнюю поэтому чем даже когда он возвышается над землей корнями он постоянно должен быть связан своим источником но сегодня особый день сегодня мы вступаем с вами в месяц и лул вечером конец уже тот месяц который знаменует собой начало окончания учебного года который был и начало уже подхода к расширина ко всему и лун это уникальное время это время большого милосердия которое нам оказывается особая помощь свыше чтобы принять хорошее решение сделать шу вообще вот в сорока днях от расширина трошка дыша и лула до емки пура 960 часов и если кто знает что такое 960 числа это число соответствующее число логов воды необходимых для того чтобы микво очищала вот эти 960 часов нам нужны для очищения души надо обязательно как-то их использовать понимая куда мы попали что это уже не 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 прошлый год не прошлый месяц это великий лу есть старые ашкинашки аши обычай как прочитать книгу дважды тегилим сначала и люля дора шашуна и поскольку книги 150 словов прочитав ее два раза мы получим число 300 а 300 это гематрия слова копора искупление поэтому нам давно отдавали намеки как правильно вести себя надо менять поведение был раньше в древние времена когда с наступал ему войны заканчивались ссоры заканчивались если кто-то говорил и лул сразу прекращалась любая сфора свара все понимали какому великому суду мы идем сейчас уже люди не так понимают но надо в себе это будить мы находимся с вами перед вот этим вступлением великий месяц этот период завершения годового цикла еврейская подготовка к приближающемуся рожа шана это время когда в общем то надо подводить итоги анализировать свои поступки пытаться исправить их там кого-то обидели извиниться там что-то отдать что не год или так далее но любавический рыбе говорил что вот представьте ситуацию две полоски раньше у дороги были по ужинам вот одна с покойником одна с невестой кто кого должен пропустить и вот невеста имеет преимущественное право перед покойником на дороге почему это очень важный урок в подготовке к новому году то что все-таки произошло в новом году считается мертвым надо подвести этому итог посмотреть но она мертвая новый год для нас это невеста новая жизнь которая теперь вот мы ждем и мы ожидаем что все будет еще лучше мы не только анализируем прошлое мы строим план на будущее но вместо того чтобы плакаться над прошлом сокрушаться только надо сделать из этого выводы какие-то там планы построить и все и все вложить энергию в новый год в правильное решение правильный бизнес план на следующий год с исправлением того чтобы было теперь уже в следующем году и тогда придет невеста тогда все будет хорошо нам течение всего года особенно в месяц и лул есть священное право такое вот знаете когда это в месяц когда царь вышел в поле и нам надо идти в поле чтобы его найти потому что если царь в поле а мы по городу бегаем ничего не получается мы можем в эти дни прийти вот к царю и и записанным быть книгу жизни уже сегодня для этого надо и самим исправляться и немножечко еще влиять на окружающих браха вацлаха хорошего и нула хорошего исправления у